МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это, ребята, лодка Sting 730. У нее тоже смещена рубка. Как-то я был на борту у этой лодки здесь, на выставке Ю-Иво Флайт Танда. Это 630-й, по-моему, у них есть модель. Может быть, я опутаю, был и на 630-й. Вот сейчас я в каталоге вам попробую показать. Вот, 630-й фасттрек. Наверное, я был вот на этой лодке. Это 730-й фасттрек. Но это, наверное, самое дешевое предложение из кабинных лодок, которые вообще существуют. Мне так кажется. По крайней мере, наверное, по цене в России. Ну, вот, мне кажется, что эта лодка максимально чиста, пуста для покупки и дальнейшей модернизации. Значит, вот такое вот квадратное спальное место. Здесь есть гальюн. Видите, тут даже, я так понимаю, что и гальюна нет. То есть, чисто место под него. Здесь вот это спальное место, где, опять же, опускается вот этот стол, и оно превращается, ну, такое довольно широкое, усеченное. Но мы уже неоднократно видели такое спальное место. Вот этот спальник, он, вот этот диван вставляется, спинка этого дивана вставляется сюда, и получается, можно сидеть глядя вперед. Обычные дворники, да, не пантографы. Вот эта вот верхушка, зачем-то сделан вот этот вот уклон, не очень понимаю, для чего. Лучше бы сделали прямо, и можно было бы что-нибудь туда встраивать. Такая вот фишечка была. Два люка, тоже, наверное, опция. Форточки сделанные, ну, голову, в принципе, просунуть можно. Очень узенькое, маленькое такое пространство для водителя, для пилота. Камбузный блок. Единственное, вот я лично не понимаю, зачем его так делают низко, то есть, вот он на уровне там коленки. Почему нельзя поднять-то его чуть-чуть повыше, и было бы просто удобно. Ну, вот самое простое, видите, то есть, вот какая-то выштамповка под раковину, никаких вещей не сделано, типа крана, есть вот холодильничек, вот там у ребят кока-колки запас водички. Можно управлять стоя, убрав вот эту палубу, убрав вот эту часть у сидения. Ну, такая, знаете, голая-голая лотчонка для дальнейшего дооборудования с мотором 150 сил, везде присущим Эвенрудом. Это обойдется вам всего лишь вот 68-500 евро. Я смотрел такую лодку, по-моему, в России, мне кажется, что цена около 4-х миллионов, вроде как, за новую. Могу ошибаться. Развитый такой кокпит у нее. Спинка может смещаться, увеличивая купальную платформу. Хорошо бы такую лодку посмотреть вживую на воде, ну, то есть ходящую, и снять бы у реального капитана, чтобы получить реальные отзывы. Как тебе? Очень лысая. Лысая? Продолжение следует...